В Помпеих обнаружили фреску с изображением гладиаторов на арене. АРХЕОЛОГИЯ РАСКОПКИ 1741-12 ОКТ 2019 СЛОЖНОСТЬ 1.6 В Помпеих обнаружили фреску с изображением гладиаторов на арене. Фреска с изображением гладиаторов на арене из В. РАЙОНА ПОМПЕЙ ПАКО АРХЕОЛОГИКО ДИ ПОМПЕЙ В ходе раскопок в В. РАЙОНе ПОМПЕЙ найдена фреска, изображающая двух гладиаторов на арене цирка, судя по всему Мурмилона и Фракитса. Фреска хорошо сохранилась и позволяет судить о вооружении обоих бойцов, а также о предполагаемом моменте схватки между ними. Об этом говорится в официальном сообщении археологического парка Помпей. Изображения Мурмилонов и Фракитсов часто встречаются на помпейских фресках, рельефах, в виде скульптуры даже граффити на царапанных на стенах рисунках и надписях. Все это, несомненно, свидетельствует о высокой популярности этого вида развлечений в древних помпеях. До нас дошло и некоторое количество афиш надписей на помпейских стенах, объявлявших о проведении в ближайшие дни гладиаторских игр. В таких объявлениях, помимо даты, обязательно указывалось имя устроителя и обычно им являлся представитель муниципальной знати, известной в городе благотворительностью и политическими амбициями. Важной информацией было указание типов, выставляемых на арену гладиаторов, включая звериную травлю, и их количество. Если погода ожидалась излишне солнечная или дождливая, над зрительными рядами амфитеатра натягивали специальный тент Виларий, о чем также сообщалось в афише. Новая фреска размером 1,12 на 1,5 метра открыта в квартале за перекрестком переулка Серебряной свадьбы и переулка Балконов. На ней изображен бой двух гладиаторов, причем можно даже определить вид вооружения обоих. Фреска с изображением гладиаторов на арене из В. Района Помпей Поделиться Предположительно, слева наступает мурмилон, в левой руке он держит большой щит. В правой его руке гладиа, короткий, длиной до полуметра, меч. От ударов противника его голову защищает широкополый шлем, украшенный гребнем, с решетчатым забралом. Такой шлем не скрывал обзора, а его широкие поля прикрывали шею и предохраняли его владельцы от удара мечом сверху. На правой руке мурмилона маника, на руч, защищавший руку, не закрытую щитом, а на левой ноге поношь, не доходящая до колена. Неотъемлемой частью гардероба гладиаторов являлся сублигаку кожаная набедренная повязка, в жизни обычных римлян служившая нижним бельем. Фрагмент фрески с изображением гладиаторов на арене из поделиться. Фрагмент фрески с изображением гладиаторов на арене ИС ВИИ района Помпей Поделиться Фрагмент фрески с изображением гладиаторов на арене ИС ВИИ района Помпей Поделиться Его противник фракет находится в довольно уязвимой позиции, его цилиндрический щит валяется подаль, а меча и вовсе не видно На фракетсе мы также видим сублигакулы по ножи в его случае высокие металлические, как и положено этому типу гладиатора На левом запястье у фракетса короткий наручили широкий браслет Шлем у фракетса, как и у мурмейлона, широкополый, с гребнем Кажется, что правую руку он прячет за спину, так что, возможно, меч все еще при нем Художник изобразил и ранение фракетса Видно, что кровь капает из ран на левом запястье и левой стороне груди Гладиатор протягивает левую руку в сторону А в сообщении археологического парка Помпей этот жест интерпретируется как просьба о спасении от неминуемой гибели Фрагмент фрески с изображением гладиаторов на арене ИС ВИИ района Помпей Парко археологико де Помпей Поделиться В официальном сообщении мурмейлон также называется скутаром А фракетс пармуларием Эти названия гладиаторов не отражают их тип, а относятся лишь к носимым ими щитам скутому И парме Соответственно Однако в данном случае оба гладиатора изображены со щитами другого типа не скутума, не пармы тут нет У мурмейлона должен быть большой прямоугольный щит, а у фракетса небольшой круглый Между тем оба щита на фреске полуцилиндрические Бой изображен на белом фоне, а сама фреска заключена в красную рамку, что указывает на законченность картины Какие-либо надписи на ней отсутствуют Возможно, это изображение фантазийное, хотя известны рисунки из Помпей, на которых указаны имена гладиаторов и даже исход поединка Слева от угла сохранился фрагмент другой фрески, возможно, того же цикла тоже на белом фоне и в красной рамке Однако кого она изображает, интерпретировать пока затруднительно Фрагмент фрески на другой стене комнаты, где найдена фреска с изображением гладиаторов Поделиться Археологи предполагают, что помещение, украшенное фреской с гладиаторами, это лавка или, скорее всего, таверна, в которой также был второй этаж На это указывает след от деревянной лестницы, шедшей прямо над фреской Этим объясняется и ее трапеция и видная форма Тот факт, что фреска украшала стену под лестницей, может указывать на доступность этого угла для обзора посетителей В то же время в большой стеной росписи Атрия дома по улице Везувия, где зимой этого года была открыта большая стенная роспись Атрия Лестница обрезала правый нижний ее угол По какой-то причине хозяева ограничились в этом углу лишь чистовой штукатуркой, возможно, временно, и использовали его как кладовку Согласно одной из гипотез о предназначении этого заведения, которое, возможно, часто посещали гладиаторы Отсюда и мотив росписи, верхний этаж занимали комнаты для оказания сексуальных услуг Через три квартала от этого дома, в пятой инсули В района, на Ноланской улице Варинола, расположена так называемая казарма гладиаторов Из этого дома происходит наибольшее количество надписей, относящихся к гладиаторам 143 Поэтому предположение о наличии в этом районе заведений, чьими завсегдатами могли быть гладиаторы, не лишено оснований Впрочем, наверху мог жить сам хозяин лавки А роспись с изображением гладиаторов могла быть всего лишь данью моди или его любимому виду развлечений Масштаб фрески с изображением гладиаторов на арене ИС ВИИ района Помпей Парко археологико де Помпей Поделиться Имур-Милон и Фракет самые распространенные типы гладиаторов, традиционные противники друг друга Оба типа произошли от вооружения национальных воинов армий, в свое время побежденных Римом, галов и фракетцев, повторяя их набор вооружения и защиты Оба типа Имур-Милон и Фракетс обычно выходили на бой с голым торсом, то есть были довольно уязвимы для холодного оружия противников В то же время они, очевидно, благодаря развитой мускулатуре смотрелись на арене весьма выразительно Профессиональные гладиаторы, выступавшие в этих амплуа, могли быть любого происхождения требовалось лишь, чтобы на них было соответствующее вооружение и чтобы они обладали необходимыми навыками обращения с ним Иногда один и тот же гладиатор мог сражаться в разных амплуа К примеру, самый известный римский гладиатор, Спартак, выступал в вооружении фракетца В районе Помпе уже два года проводятся полноценные археологические раскопки и работы по укреплению грунта, а также по гидрологической защите города О некоторых находках оттуда мы писали в нашем блоге об археологии просто Юлия Улетова